Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шаре. Какой станет Самара в будущем и удастся ли ускорить темпы развития города? Сегодня это в руках самарцев. Реформа местного самоуправления дала возможность людям решать, какой будет власть. И в перспективе именно Самара может стать образцом для других городов. Мы это делаем первыми в Российской Федерации. Первыми. Ни в одном городе такого устройства нет. Когда Владимир Владимирович Путин говорил, что надо власть сделать ближе к народу, чтобы она работала во благо человека и для человека, тогда можно будет дойти и решить другую проблему. Учителя, врачи, общественники, люди небезразличные к родному городу. Более двух тысяч активистов на встрече с главой региона Николаем Ивановичем Меркушкиным обсудили, как реализовать начинание, ведущее к успеху. Районные советы депутатов, выборы в которой пройдут 13 сентября, и должны стать той, близкой к народу властью, которая будет работать на благополучие жителей. Есть такое понятие, с которым знакомы мои коллеги в образовании, наверное, прежде всего и раньше всех. Шаговая доступность. Думаю, что реформы местного самоуправления очень соотносятся с этими понятиями. А районная администрация, депутаты районного уровня и депутаты, делегированные для работы в городскую думу, обязаны быть в шаговой доступности. Количество депутатов в городе увеличится в разы – до 284 человек. А это значит, представители власти будут реально знать жителей своего района и задачи, поставленные самарцами. Сейчас необходимо принять меры, чтобы к власти пришли действительно неравнодушные, активные люди, которые на деле будут представлять интересы избирателей. Благоустроить двор, помочь с капремонтом, сделать дорогу во дворе – то, что раньше приходилось ждать годами, можно будет решить в короткие сроки. В районах будет свой бюджет. К тому же жители станут активными участниками управления своим районом, будут подсказывать депутатам, на что обратить внимание в первую очередь. Насколько внимательны к таким обращениям будут сами депутаты, зависит от активности горожан и выбора, сделанного с умом. Это не просто местные выборы, ничего не значащие. Это самое близкое и может в итоге оказаться самой родной властью для людей, которая будет решать для человека 75-80% проблем. И надо, чтобы люди потом активно в этом участвовали. По данным опросов, около 80% жителей Самары поддерживают команду губернатора. Люди увидели реальные дела, положительные перемены, которые происходят в регионе. К примеру, право на проведение игр Чемпионата мира по футболу 2018. Еще три года назад для Самары это было весьма призрачной надеждой. Сегодня это и высокое доверие федерального центра и огромные перспективы для города и жителей. Активность и сплоченность горожан, которая с каждым годом растет, поможет Самаре стать одним из лучших городов в стране. Марина Кравцова, Павел Просняков. События. Хорошие новости для жителей поселка Озерный. Бегать за автобусом больше не придется. Теперь он будет ждать в назначенном месте. По поручению главы администрации Самары Олега Фурсова, для удобства жителей Озерного в поселок будут заезжать автобусы четырех маршрутов. Подробности в нашем сюжете. Этого события жители поселка Озерный ждали долгие годы. Раньше рассказывают, чтобы добраться до центра Самары, приходилось дожидаться автобуса на улице Центральной. Путь до прежней остановки был небезопасным. Здесь и дети, и в школу ходят по дороге. Очень даже хорошо сделали, очень удобно для жителей. Очень удобно сделали остановку, что здесь, потому что от дороги очень далеко, особенно вечерами это темно, страшно ходить. Я довольна. Изменения в нескольких маршрутах, которые действуют уже с 1 августа, были внесены по поручению главы администрации Самары Олега Фурсова после встречи с жителями поселка. С нами была разработана схема организации дорожного движения, после чего департаментом благоустройства были проведены определенные работы по обустройству тротуаров, установке дорожных знаков, пешеходного перехода, остановочной площадки и установке павильона. Жители поселка уже начинают привыкать к новшествам. Теперь в Озерный заезжают автобусы четырех маршрутов 26, 32, 66 и 32 Д. Павел Баймаков, Станислав Левин. События. Не только о культуре, но и о безопасности поведения на пляжах стоит подумать самарцам. С начала купального сезона в Самаре утонуло 12 человек. Купаться разрешено только в местах, оборудованных для этого. Кроме того, нужно соблюдать правила безопасности, не допускать переохлаждения и перегрева, уделять повышенное внимание детям. Запрещается прыгать с обрывов и случайных вышек, не проверив дно, заплывать за буйки или переплывать в водоемы, кататься на самодельных плотах, употреблять спиртные напитки на пляже. Официально в Самаре в этом году действует 8 пляжей, спасательные посты будут работать до 15 сентября. Тем временем самарские десантники отметили профессиональный праздник. В этом году исполнилось 85 лет со дня образования ВДВ России. Празднование дня воздушно-десантных войск началось с возложения цветов на площади памяти и площади славы. Дальше торжества перенеслись на набережную. На праздники побывал и наш корреспондент. Вспомнить тех, кого больше нет. Десантники, представители правоохранительных и силовых структур, ветераны-участники боевых действий, пришли к монументу воинам-интернационалистам, чтобы отдать дань памяти погибшим. День ВДВ традиционно день встречи боевых товарищей. Этот праздник – это праздник мужчин, воинов, которые умеют и хотят защищать Родину. Это братство, единство. Молебен в память о погибших отслужили на площади славы. К вечному огню пришли также представители губернской думы, воинских и ветеранских организаций казачества, городской администрации. Мы помним тех, кто не вернулся с полей сражений. Часть них мы называем улицы, для того, чтобы память историческая, она сохранялась, и новые поколения ребят воспитывались на примерах высокого патриотизма, самоотверженности, на принципах любви к Родине. Синезеленые флаги, береты на бок – тут же подрастающая смена. В ряды десантников встали и дети. Официальная часть завершилась возложением цветов и минуты молчания. Праздник продолжился на набережной реки Волга. Валерия Макарова, Максим Гусев, События. Руслан Винокуров считает, срок службы матерого десантника начинается от 10 лет. Сам в ВДВ служил два года, так что себя называет малышом. Хотя, глядя на его мышцы, этого не скажешь. Руслан вошел в тройку победителей на площадке армрестлинга. Уверен, главное – не в силе. Дух, в первую очередь дух. Можно научить драться и тому подобное. Самое главное, чтобы у человека был дух. Дух ВДВ целый день царил на Самарской набережной. Здесь всех желающих учили собирать автомат Калашникова. Рядом можно было посоревноваться в меткой стрельбе. Выставка вооружения, площадка рукопашного боя, десантирование на воду и, конечно, армейская гречневая каша. В небе вертолет Ми-2 с флагами России и воздушно-десантных войск. Но, пожалуй, главное на празднике – встречи с боевыми друзьями. Десантное братство, как вы знаете, это очень серьезная организация и просто человеческие отношения. Поэтому мне, в принципе, в моей памяти всегда останутся мои друзья, которые со мной сейчас. И, естественно, которых уже с нами давно нет, но мы все равно о них помним. Николай Руденов был призван в десантные войска в 1985 году в Афганистан. Там же за полгода до Дембеля погиб его родной брат. Николай не называет день ВДВ праздником. Скорее, повод вспомнить былое. Наверное, ностальгия еще для меня. Вспоминаю друзей, прежде всего, кем я служил. Это 85-87. Перегонак, Бомиан, Кабулы, который год служил. Этот день каждый отметил по-своему. Весело в шумной компании друзей или в узком кругу близких. Повод 1. Крылатой пехоте 85. Валерия Макарова, Максим Гусев, События. Выпить и закусить, не отходя от кассы, теперь не получится. С 1 августа в силу вступил закон, запрещающий продажу разливных напитков в помещениях на первых этажах, зарегистрированных как общий ПИД. То есть расположенных в жилых домах. Разливайки, в которых посетитель мог на месте употребить спиртное, теперь вне закона. Проверить соблюдают ли закон владельцы злачных заведений, и вместе с правоохранителями отправилась наша съемочная группа. Вот цените ведь печенье, чай, кофе, лимонад, соки, шоколадки. Еще три месяца назад сюда заходили только за спиртным и закуской. Небольшому заведению общепита на улице Победы уже более 20 лет. Теперь алкогольное прошлое забыто. Сегодня владелец бывшей разливайки Александр Волков рассказывает, чтобы не закрывать точку, пришлось сменить профиль. Нынешний ассортимент – сладости и безалкогольные напитки. По словам Александра, ничего, кроме клиентуры, не поменялось. Выручка осталась прежней. Пьяничушки, ну, естественно, пропали. То есть они вот заходят, я их провожаю все в соседнюю дверь. Там алкогольный магазин. Одиноких очень много. Поесть негде, готовить негде. Вот они заходят, ну хоть чаю, стакан. Всего в черном списке полицейских около полусотни таких заведений по всему городу. По области эта цифра в два раза больше. В Самаре уже закрылись около 30 разливаек на первых этажах домов. Еще более десятка сменили профиль. Продают фрукты, сладости, хостовары, текстиль. Стать алкогольным магазином, а не заведением общепита с возможностью выпить на месте, нельзя. На следующей точке на улице Пугачевская двери в бывшее пристанище любителей отдохнуть без затей закрыты. Помещение сдается в аренду. Жители соседних домов наконец-то вздохнули с облегчением. Тут кругом школы, тут кругом детские сады, ну это надо как-то прикрывать в такие заведения. Потому что тут кругом дети бегают, играются. Сейчас лето, сейчас все дети, кто там должны быть в садиках, а кто не в садиках, они все равно тут рядом все равно бегают. И получается так, что они смотрят на пьяных людей, которые валяются здесь вот это вот. Это стыдно, это стремно. Я считаю, что это позор. Если хозяева заведения на Победе и Пугачевской предпочли закон соблюдать, то их коллеги с улицы Свободы свободно продолжают работать. Хоть и на дверях табличка ремонт и внешне никаких признаков, что здесь ведется незаконная торговля, от взорких глаз жителей сборище посетителей под шофе не утаишь. Пьяные здесь не в том количестве, как раньше, но тем не менее все еще остаются. Это свидетельство о том, что естественно кто-то им здесь наливает. И собственно есть конкретная информация от жильцов, что просто иногда осуществляется торговля с задней двери, пока внешне все закрыто. О каждом подобном случае жителям следует сразу сообщать в полицию. С недобросовестными торговцами бороться обещают жестко. Будем все изымать, доказывать, ну где-то размер, в зависимости от каких протоколах, если ООО, то до 300 тысяч рублей. Будем стараться закрывать их от 30 до 90 суток. По статье 6.4 будем инициировать с Роспотребнадзором выходить в суды. Будем закрывать, если не понимаете, опечататься по решению суда. Согласно новому закону, алкогольные заведения на первых этажах зданий, где посетителям наливают на месте, должны прекратить работу с 1 августа. Тогда же вступило в силу постановление о запрете продажи спиртного после пяти вечера по воскресеньям. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, События. В последний месяц летних каникул школьники уже начинают задумываться об учебе. А родители о том, насколько безопасна дорога в школу. Жители Куйбышевского района озабочены отсутствием зебры. Недоволен, действует за тем, как идея воплощается в жизнь, наблюдала Валерия Макарова. Хасановская – это небольшая улица на 116-м километре. Машины здесь пролетают, не притормаживая, жалуются местные жители. И все бы ничего, но через эту дорогу часто ходят дети неподалеку школа номер 24. Мой ребенок через год пойдет в эту школу как раз. И я вот, то есть надо будет ее провожать, потому что здесь вот одни дороги. То есть одну я отпускать, и я не смогу. Вот район такой молодой, то есть детей очень много, поэтому я считаю, что пешеходный переход очень здесь нужен. Особенно на этом перекрестке постоянно аварии происходят. Обязательно надо. Столько детей здесь переходит, с детьми их очень много. Обязательно надо. Организовать в этом месте пешеходный переход жители хотели давно. Вопрос подняли на первом же собрании с общественным советом микрорайона. И были услышаны. Общественники подготовили обращение в районную администрацию. Пригласили жителей, чтобы собрать подписи, и обратились в ГИБДД за консультацией. Как вот сейчас представитель ГИБДД нам сказал, что он по опыту своему знает, что эта работа займет где-то около месяца. И поэтому мы считаем, что первым сентября переход будет. Так небольшими шагами к большой цели – сделать город комфортным для жизни. Инициативные граждане уверены, вместе они смогут решить эту и другие проблемы территории. Именно для этого в рамках реформы местного самоуправления, проводимой в Самаре, созданы общественные советы. Следующим шагом станет формирование районных советов депутатов, выборы в которые пройдут 13 сентября. Валерия Макарова, Константин Головин. События. Пожалуй, ни разу за 140 лет существования Куйбышевской железной дороги самарские железнодорожники не отмечали профессиональный праздник с таким размахом. В этот день на площади Куйбышева единовременно собралось 50 тысяч человек, что стало рекордом посещаемости за последние годы. 15 тысяч жителей региона сегодня работают на железной дороге. Регулярно растут объемы грузоперевозок филиала и, соответственно, поступления в региональный бюджет. Внедряются информационные сервисы, обновляется подвижной состав. Один из приоритетов компании – клиента – ориентированность. Сегодня нам важно не столько, сколько мы отправили тонн груза или сколько перевезли пассажиров, а важно, как мы это сделали и насколько удовлетворен наш клиент – грузоотправитель, грузополучатель, в том числе, конечно, и пассажир. Аплодисменты нашему атлету, великому человеку, просто чемпиону мира. Интерактивная молодежная площадка и показательные выступления профессиональных скейтбордистов. Мини-турнир по футболу, конкурсы, состязания и игры с призами за победу. Весь праздник железнодорожников был ориентирован на семейный отдых. Поддержка семьи – один из приоритетов компании. Да, это является приоритетом нашей компании. Не потому, что мы разделяем семейные ценности только, мы их разделяем, но еще и потому, что мы считаем, что это наша задача – ориентировать, дать возможность детям, уже детям, ориентироваться в этой жизни и выбирать ту профессию, которая востребована в обществе. Семейные приоритеты компании глубоко симпатичны руководству региона. Об этом заявил губернатор Николай Меркушкин на открытии фотовыставки «Мы – семья». Федеральный проект фонда Андрея Первозванова смогут увидеть все желающие. Альбом российских многодетных семей пополнили фотографии жителей Самарской области. 36 фотографий, 36 представила Самарская область. И люди наши будут не только осмотреть все, что делается в стране, но и видеть себя, видеть своих друзей, может быть, видеть своих знакомых. И это еще раз будет настраивать наших людей на то, что полноценная семья, дети – это главное нам в нашей жизни. В тот же день Николай Меркушкин и Владимир Яконин подписали соглашение о сотрудничестве. В ближайшее время нас ждет строительство скоростной железной дороги Самара-Пурумач-Тольятти и пуск двухэтажных поездов до Москвы. К вечеру на площади Куйбышева стало значительно многолюднее. К празднику самарских железнодорожников присоединился весь город. На десерт организаторы подготовили большой концерт звезд российской эстрады и яркое пиротехническое шоу. Инесса Панченко, Константин Головин. События. В Самаре идет регистрация участников благотворительного марафона «Вставай и беги». Он пройдет 4 сентября при поддержке правительства Самарской области и администрации городского округа Самара с целью поддержки развития спорта и здорового образа жизни. Стать участником спортивного события могут все желающие в возрасте от 18 лет и старше. Трасса марафона в Самаре пройдет по Голожскому проспекту и улицам Вилоновская, Молодогвардейская и Полевая. На этом наш выпуск завершен. Смотрите нас онлайн на сайте самара.тв и через специальные бесплатные приложения для телефонов и планшетов на базе Android и iOS. Полный архив передач на www.samaragis.ru. Следуйте за нами в Твиттер, читайте нас в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. Всего вам доброго и до встречи. Если у должника озноб, кредитора трясет лихорадка. Правда, в качестве лекарства к должнику тут же присылают коллекторов. Лично не встречался, но говорят, что очень неприятные граждане. Так вот, для них разработали государственный профстандарт. Отныне с должниками на ранних стадиях взыскания задолженности должны работать сотрудники, прошедшие специальный отбор, владеющие основами банковского дела, психологии, этики делового общения, теории и практики переговоров. Они также обязаны разбираться в административном и уголовном праве России, отечественной и международной практике взыскания задолженности. А еще им надо иметь высшее образование. Так вот, если вам вдруг позвонит коллектор со словами «Милостивый государь, не соблаговолите ли вы, не падайте в оборок», все в порядке, человек с утюгом придет позже. Рынок розничного кредитования во втором квартале 2015 года вырос на 34% по сравнению с началом года. На фоне увеличения количества новых выдач кредитов наблюдается и стабилизация ситуации с просроченной задолженностью. По сравнению с началом 2015 года проблемные кредиты снизились на 0,08% до 12,5 млн штук. В апреле и июне было выдано 3,9 млн кредитов на сумму более 516 млрд рублей. Количество ипотечных кредитов выросло на 39%. Сегмент кредитных карт и автокредитов тоже подрос на 10%. Страховая компания «Помощь» не намерена выплачивать компенсацию туристке, пострадавшей от теракта в Тунисе. Женщина уже готовится к выписке из НИИ имени Склифосовского, но ей необходимо пройти длительный курс реабилитации, на которую может не хватить средств. Адвокат туристки сообщил, что был заключен договор страхования с компанией «Помощь» на 15 тысяч долларов. Страховщик выплаты не производит. Представители страховой компании «Помощь» заявили, что страховых выплат туристке ждать не стоит, так как теракт не относится к страховым случаям наряду с ядерным взрывом или гражданской войной. Хорошие у нас страховщики. Заботливые до смерти. А на сегодня это все. Удачи в делах. День физкультурника намечен в Самаре на субботу, 8 августа. Тольяттинский хоккеист уехал в Канаду. Крылья Совета в девятой на старте Премьер-лиге. Третий старт сезона в Премьер-лиге Крылья Советов проиграли в гостях Амкару 0-1. Хотя первой могла забить именно самарская команда. На 17-й минуте Сергей Корнеленко не сумел переграть голкипера 1-1. Зато через 10 минут не промахнулись пермики и Суглового открыли счет в матче. Последовавшие после этого три замены в Крыльях существенно не изменили рисунок игры и ее результат. А вот Амкар уже на последней минуте мог удвоить преимущество. На контратаке мяч пролетел рядом со штангой Советов. После третьего тура Самарский клуб расположился на девятом месте чемпионата Премьер-лиги. Хоккей столетинской лады Денис Гурьянов закрепился в молодежной команде страны. После сбора в Новогорске главный тренер Валерий Брагин пригласил ладовца в летний лагерь в Канаду. В августе сборники сыграют со сверстниками в общей сложности четыре матча. Два с чехами и два с канадцами. Вторая очередь Самарской набережной в субботу в 10 утра приглашает любителей здорового образа жизни на День физкультурника. Стартует праздник со всероссийского турнира по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». Пройдут соревнования и по пляжным видам спорта – футболу, волейболу, теннису. Болельщики увидят городской финал среди дворовых команд «Лето» с футбольным мячом. Протестировать свои способности реально будет в настольном теннисе, шахматах, гимнастике, фехтовании, боксе, мини-гольфе и попробовав сдать нормы ГТО. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok